Михаил Юрьевич, поздравляю с победой. Во-первых, прокомментируйте, пожалуйста, ход игры, результаты. Ну, непростой матч. С Динамо в этом году проводили уже третий матч, да, в первом круге чемпионата России, в кубковом матче, в полуфинале. Все матчи, они примерно одинаковые содержания и накалы получаются. Понятно, что и Динамо сохраняет шансы на третью позицию, и у нас еще борьба с Динамо не закончена, поэтому здесь такой, можно сказать, что принципиальный матч. Непростой, тяжелый, с множеством таких моментов. Единобор, да, скорее. Ну, то, что выиграли, замечательно. А по качеству игры есть вопросы. Итак, Николаевич, вам слово. Ну, что я хочу сказать, что мы не очень хорошо вошли в игру, сразу быстрый гол, второй быстрый гол. пропустили, там, ну, и, в принципе, и тиковый-то выглядел. Не то, что, нет, соперник нас поддавливал, но в целом-то ситуация не такая, что уж очень сложная была, что тиковый, можно сказать, что они себе привезли. Потом как-то игра, может быть, выравнилась опять, ну, и соперник, ясно, что играл по счету уже. Второй тайм получился лучше, но такая слабая реализация до моментов, что и пенальти, и выходы в один-в-один. В качестве игры тоже оставляет желать лучшего. Не все мы в одинаковом функциональном состоянии находимся. Не знаю, чем это связано. Но тут, наверное, может быть, отпечаток, что болеть было, все-таки отравились, это доктором сразу сказал, что что-то нам огнется еще. Тогда это полкана, когда вот пришлось через... Не могу там играть с Красногорском, все равно это на восстановлении. Тоже с этим связано, что не хватает там движения. Мне, честно говоря, больше не специально просматривал наш предыдущий, наш Хабаровский, мне там больше понравилось, как мы играли, именно наше движение. Но тоже, может быть, там... Другие условия. Да, другие условия, и хозяева, может быть, немножко не в том состоянии были. Но, в целом, там наше движение мне больше нравилось, как он двигается. Большое спасибо. Спасибо. Теперь можем пожарить. Будьте, если это был, то если будет победа.